Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас Белатр 234, который пройдет в ночь с 14 ноября на 15-е. Пройдет, потому что в Тель-Авиве, Израиль. В этом конкретно выпуске Остин Вандерфорд. Это муж Пейдж Ван Занд против Грачика Базиняна. Интригующее противостояние в среднем весе. Итак, поехали. Остин Вандерфорд по кличке Джентльмен. 8-0 профессиональный рекорд, 29 лет 180 сантиметров рост. В своем последнем поединке он победил Джозефа Крира. Доктор остановил из-за рассечения после второго раунда в 2019 году. Также в 2019 году он провел схватку по грэпплингу с Джейком Шилдсом. Что, конечно, было зря, потому что Джейк Шилдс это супер-мега-крутой грэпплер. Ну, проверил свои силы. Понятно, что Шилдс победил и сабмишином при этом в 2019 году. Но до этого вообще-то у него нет поражений в ММА. Именно в противопрофессионалах, в любителях тоже не было поражений. В общем, идет очень хорошо. Беллатер его ведет. Так, до этого в 2019 году он побеждал Коди Джонса. Arm triangle choke в первом раунде. То есть задушил ручным треугольником. В 2018 году у него были... Ну, не в Беллатере он выступал. Какой-то Эдмилсона Фрейтеса победил в нокаутном в первом раунде. В финал Fight Championship 32. И в 2018 же году выступал в данном Вайт Катадр Сериес. Ангела Тревина победил. Анджела Тревина. Рерная Китчо, грушающая приема во втором раунде. То есть по грэппингу, в принципе, он неплох. Но не самыми лучшими, естественно. Может и в нокаут отправить, и провести прием. Очень опасный соперник у грачика Базиняна. Но если грачик Базинян пройдет осень на Вандерфорт, это очень сильно продвинет его в промоушене. В общем, можно сказать, повезло ему, что соперника дали именитым. Ну, с одной стороны повезло, с другой стороны, если проиграет, будет не очень хорошо. Ну, много, я думаю, он не потеряет, зато обретет какую-то небольшую известность. Грачик Базинян, профессиональный рекорд 10-3. 24 года всего лишь, очень молодой спортсмен, 182 сантиметра рост. В последнем своем поединке он проиграл в ACBH, то есть он не выступал с 17-го года. Джонасу Билштейну он проиграл в душающем приемом во втором раунде в 17-м году. Но Шамиля Абдул-Халикова победил он в 17-м же году. Триангл Чоук в первом раунде. До этого, в 16-м году, победил Арслана Эслемесова. Триангл Чоук также в первом раунде. Ну, в общем, давненько он не выступал, уже два года. Простой у него. Даже больше, можно сказать, два с половиной года практически. А Остин Вандерфорд очень активен и находится, вообще без поражений идет в ММА. Но получается, что Остин-то здесь на самом деле фаворит. Давайте проверим эту информацию. Так, Остин Вандерфорд за 1.13. Ну, это ужас просто какой-то. Конечно, лучше наградчика Базиняна тут ставить за 6. Я думаю, на Остин Вандерфорта там где-то 1.5 должно было быть. Где-то так. А тут 1.13. Ну, это уж прям очень сильное различие коэффициентов. Ну, конечно, Остин фаворит, но будем держать кулаки и свои деньги будем ставить наградчика Базиняна, естественно. Всем пока. Напоминаем ночь с 14 на 15 в Тель-Авиве. Белатер 234. Где в главном событии сойдутся Сергей Харитонов и Линтон Вассел. На этом все. Пока.